Вот удивительное дело. Кардинал Ришелье. Фигура из далекого-далекого прошлого, а благодаря многочисленным экранизациям, в основном произведения Александра Юма, сразу встает перед глазами в красной шапочке, в красной сутане, с остренькими усами. В самом деле, портретное сходство при исполнении роли Ришелье восхищает. Оно соблюдается неукоснительно. Сухощавый, долговязый, с тонким подбородком. Поразительно. Наверняка Филипп де Шампен, художник, писавший портрет кардинала в 1640-е годы, даже не думал, что его кисть выполнит роль фотоаппарата. Что же, собственно, мы заговорили о всем известном Ришелье? В этот день, в 1607 году, он был посвящен в духовный сан, стал священником. Предыстории возвышения человека всегда известно меньше, чем период его активной деятельности. Красный кардинал, как его называли за неизменную сутану такого цвета, не исключение. А между тем, происхождение нашего героя прямо указывает на то, что к церкви он пришел отнюдь непрямой дорожкой. Отец Франсуа Дюплеси де Ришелье был светским человеком, видным политиком, если не сказать политиканом и интриганом эпохи Генриха III и Генриха V. Мать вообще не принадлежала к аристократии, была дочерью адвоката, правда работавшего в парламенте и получившего дворянский титул за выслугу лет на государственной службе. В детстве Арман де Ришелье фактически стал заложником авантюр своего отца. Франсуа де Ришелье стал организатором бегства короля из восставшего тогда Парижа. Было это еще в 1588 году. Вскоре король все-таки был убит, а отец будущего кардинала переметнулся в стан новых властителей, но неожиданно умер, оставив детей с сиротами. Арман де Ришелье поступает в Наваррский колледж. Ему светит всего лишь обычная военная карьера, офицерский чин. По окончании колледжа Ришелье выказавший интерес к изучению грамматики, искусства, философии. Так вот, сразу после среднего учебного заведения Ришелье решает поступить в высшую военную академию Плювенеля. Но неожиданно все меняется, причем совершенно кардинальным образом. Арман Ришелье должен срочно занять место епископа Люсона, церковного диоцеза, пожалованного семье Ришелье еще Генрихом III. Объяснимся. Диоцез, церковно-территориальная единица, епископат, с одним важным уточнением для феодального времени. Права на обладание диоцезом во Франции могли распределяться только светской, то бишь королевской властью. И в память о былых заслугах отца-авантюриста новый король подтвердил пожалование Генрихом III семейства до Ришелье епископатам в Люсоне. Единственное условие в права собственности надо было входить немедленно, принимать духовный сан и рукополагаться в священнике. Ну а поскольку Люсон представлялся тогда единственным серьезным источником дохода для всей семьи, участь 17-летнего Армана была решена. Еще одно уточнение. Очевидной формальности у принятия сана в уважающей себя католической стране, конечно же, не было. И в сан епископа Люсонского до Ришелье был возведен только спустя 4 года. Но и это вызвало пересуды, скандальные сплетни, слухи. Слишком уж молод был новоявленный епископ. Даже публично объявленное разрешение папы Римского возвести Ришелье в этот сан только усилило пересуды. Впрочем, сам Арман сразу проявил себя достойным этого сана человеком. В том же 1607 году он защитил в Сорбонне диссертацию на степень доктора философии. И служебное положение тут ему совсем не помогло. Надо сказать, что Люсонский диоцесс был весьма бедным с коммерческой точки зрения. И Ришелье на первых порах приложил немало усилий, чтобы найти спонсоров для ремонта и реставрации соборов и собственной резиденции. Быстро выяснилось, что потенциал личности высок. Наверное, Ришелье любую работу, любую должность использовал бы на благо для карьерного роста. Главное, что все это было не без оснований. В данном случае спустя 7 лет, в 1614 году, его избирают по квоте от духовенства депутатам генеральных штатов, то бишь парламента. Это открыло для Ришелье путь в большую политику, которой, впрочем, надо было еще суметь пройти. И довольно быстро Ришелье убедился, что парламент в тогдашней Франции – это действительно место для пустой говорильни. Абсолютизм на марше. И он стал выступать в парламенте часто, но всего лишь по одной теме. Бил всегда в одну и ту же точку – усиление королевской власти. И это, в свою очередь, не прошло незамеченным. Мария Медичи назначила его духовником Анны Австрийской. Вот это, пожалуй, определяющий пункт карьеры серого кардинала, облеченного в сутану красного цвета. Тот самый пункт, за которым последуют события, известные уже всем нам по романам того же Александра Дюма. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова